Я начну сегодня этот день с лекции, которую мне хотелось очень давно уже прочитать. Называется она «Диком». И вот почему мне хотелось сделать подобный доклад. Наверное, уже все видели такие исследования, которые совсем не исследования, а листочки с очертанием рентгена. И приходят владельцы с такими листочками и говорят, мы сделали рентген, вот он, этот рентген, и дают нам такой листочек. Какой можно сделать вывод по такому рентгену? Что владельцу отдали не само исследование листочек, а само исследование сделали на цифровом рентгеновском параде, и там же оно, собственно, и осталось. Но понятно, что владельцы могут путать рентген и листочек, а вот врачи на самом деле тоже, бывает, присылают вот такие фотографии и просят оценить исследование. И такое шлют просто постоянно. Каждый день на прием приходят владельцы, показывают бесконечные эти фотографии экранов с телефонов и говорят, вот-вот-вот, мы сделали исследование. Итак, «Диком» — это стандарт сфоровой обработки изображений и связи в медицине, и его придумали еще в начале 70-х годов. Это аббревиатура от Digital Imaging and Communication and Medicine. И «Диком» — это стандарт. Его можно разделить на два информационных уровня. Это первое — сам файл с одним кадром или серией кадров с изображением и сопровождающей информацией о пациенте, о времени проведения исследования, об оборудовании, на котором оно проведено, об учреждении, в котором проводилось и так далее. То есть очень-очень много информации. И этот файл имеет расширение DSM. А второй уровень — это протокол передачи данных, то есть передача медицинских изображений между устройствами, которые поддерживают формат «Диком». Стандарт «Диком» поддерживает разные типы исследования. Они называются модальности. То есть этот стандарт используется и для эндоскопии, и для ЭКГ, и для МРТ, и рентгена разных видов и прочих исследований. Но сегодня мы поговорим только о… Кратко коснемся рентгена, МРТ и КТ. Так, сейчас секундочку. Сейчас мы будем говорить только о самих файлах, то есть о «Диком» файлах без протокола их передачи. О самих изображениях. И так, в настоящее время в России работает большинство клиник. После того, как мы сделали рентген на цифровом аппарате, или сделали МРТ, или сделали КТ, обычно врач записывает исследование на диск или на флешку, или отправляет владельцам по почке. Для врача уже все настроено при установке оборудования. Но был один врач из Киргизии, который прислал мне джиппэнгерские картинки цифрового рентгена и уверял, что у них нет записи в формате «Диком», что, собственно, невозможно. Поэтому я лучше проговорю, как осуществить запись файла. Программное обеспечение бывает разное, но между собой они чаще схожи. После того, как мы сделали исследование, сохраняем только что сделанный снимок. Дальше отмечаем его в списке исследований, проверяем по цифрке 2 нужный формат. В окошке жмем «Экспортировать». Дальше мы выбираем, куда это дело сохранить. Мы обычно его записываем на диск и в нем экспортируем. В общем-то, все. Если вам для чего-нибудь нужен джиппэг-формат, то мы просто выбираем формат джиппэг и его экспортируем. И вот, так вот, если вдруг рентген у вас записывается в джиппэг, вам надо просто изменить формат настройка, и он будет у вас экспортироваться в «Диком». После того, как у нас появился диск с исследованием или флешка, посмотрим, как перестать исследование другому врачу. Вставляем диск в компьютер. Открываем его обязательно не как автозапуск, а как папку. Находим папку «Диком». Можем проверить, что внутри находятся нам нужные файлы. Дальше эту папку мы выбираем на компьютер, ее архивируем и добавляем. И этот уже архив. И этот архив мы отсылать будем просто тупо по почте. Дальше нам нужно открыть это исследование. И для этого нам нужна программа, которая помогает нам просмотреть диком изображение. При записи исследования по умолчанию на диск или на флешку обычно записывается просмотрщик для Windows, но они не очень удобные. Для постоянного просмотра изображения есть программы, которые устанавливаются на компьютер. Самый популярный это «Радиант» для Windows и «Хорос» для Macintosh. Я пользуюсь «Хоросом», он очень удобный. Есть и приложение для телефонов. Я пользуюсь «Имал.диком.бьюер». Туда можно загрузить просто тупо папку, архивированную с почты, и ты можешь открыть исследование, его просмотреть. Есть также и онлайн-просмотрщики. И вот это, наверное, вариант, который можно владельцам рекомендовать, поскольку не надо ничего устанавливать. Просто, когда они жалуются, мы не можем открыть исследование, нам отдали какую-то ерунду, вот, в общем, можно скинуть им ссылку, пусть откроют и посмотрят. Ну, понятно, что для постоянной работы врача, для тщательного изучения исследований, принятия каких-либо решений, конечно, наиболее подходящим вариантом будет программа на компьютере. Мы посмотрим рентген в «Радианте». Так как это самая популярная программа, скачать ее можно бесплатно с официального сайта и бесконечно потом продлевать пробную лицензию. Итак, мы открываем сам файл, можно его просто только перетащить в окошко радианта. Ну, и смотрим, что мы видим. Справа сверху мы видим данные пациента. Снизу мы видим дату, время проведения исследования. Мы также можем посмотреть все теги, то есть все прикрепленные данные в отдельном окошке, хотя в рутинной работе они нам обычно и не нужны особо. Мы можем убрать отображение всей информации, кроме самой картинки. Мы можем увеличивать изображение, уменьшать его, крутить, вертеть, как нам удобно. Кроме того, мы можем менять контрастность изображения, и эта функция очень-очень нужная, которую просто никак нельзя осуществить в каком-то другом формате. И эта функция позволяет нам иногда на снимках, которые мы немножко перебили или не добили, все-таки получить нужную информацию. Кроме того, мы можем даже инвертировать изображение. Есть еще линейка очень удобная. Теперь посмотрим ОРТ. Слева мы видим окошко с сериями, и в каждой серии вот эти маленькие цифрики — это количество срезов в этой серии. И мы можем одновременно просматривать несколько серий. И вот эти желтые линейки, которые мы видим, они нам указывают на то, в какой части находится срез на том изображении, которое мы просматриваем. Дальше. Очень удобно смотреть одновременно серии до введения контраста и после введения контраста, чтобы смотреть, как контраст накопился. Здесь у нас оба введения накопился, в патологических местах. Еще посмотрим, как выглядит компьютерная томография в радианте. Слева у нас также срезы, ой, серии исследования. Видим количество срезов в этой серии. И можно обратить внимание, что все серии здесь только аксиальные. И уже сама программа помогает нам выстроить изображения в других плоскостях, то есть коронарные, сагитальные. И мы можем также просматривать это все одновременно. Кроме того, эта программа позволяет нам менять разные настройки отображения структур. И у нее есть встроенные режимы для того, чтобы увидеть, лучше визуализировать те или иные структуры. Вот, например, в режиме BOOM нам проще рассмотреть структуру костей и так далее. Ну и, в общем-то, там много встроенных режимов. Так, и кроме того, есть еще очень красивый такой инструмент 3D-моделирование. Он нам особо для того, чтобы само исследование оценивать, не пригодится как врачам, но для того, чтобы показывать владельцам красивую картинку, объяснять, что происходит с их животным, что мы будем делать. Так, очень наглядно получается с помощью 3D. И здесь также можно менять разные настройки. Вот сейчас я здесь наращу собаке мышцы и кожу. То есть мы видим только скелет, а сейчас видим еще и другие ткани на собаке. Есть встроенный режим отображения тех или иных типов тканей и так далее. Кроме того, здесь мы можем менять картинку, можем, например, отрезать собаке голову, посмотреть внутрь позвоночного канала и так далее. и мы можем экспортировать серию уже сразу в видеофайл, если нам, например, нужно выложить, я не знаю, клинический случай в Инстаграм. Есть еще одна функция в Радианте. Очень удобная, особенно для тех исследований, ну, я, по крайней мере, пользуюсь чаще всего, для того, чтобы смотреть исследования, при которых были погрешности укладки. То есть при самом исследовании животное лежало неровно, и такое исследование оценивать визуально сложнее. Есть вот такой режим мультипланарной реконструкции, который помогает нам играть с осями и выстраивать, одновременно смотреть под нужным нам плоскостям. Само исследование. Ну, в общем, после того, как мы посмотрели, как можно сделать исследование, как можно смотреть исследование в диком формате, давайте сравним диком и то, что иногда пытаются выдать за рентген. Слева скрин экрана, с моего компьютера, с радианта. Это выгруженная из диком джипег картинка, из радианта джипег картинка. Это распечатанное изображение на бумаге. Теперь приблизим. Снова радиант. Джипег, понятно, что он может быть разного качества. И бумага. Это рентген собаки, у которой последний поясничный позвонок решил стать крестцом, то есть произошла его сакрализация. И мы этого понимаем, потому что видим отверстие между позвонками. Понятное дело, что нельзя оценивать такое исследование не в радианте, потому что то, ради чего мы делали рентген, мы не увидим. А как думаете, МРТ можно, ну как его удобнее смотреть, в радианте или напротив лампы на потолке? Ну, я сомневаюсь, что кто-то выберет второй вариант. Саша. Я видела. Также хочу упомянуть про передачу данных. То, о чем я раньше говорила, то есть стандарт диплом, это и сам файл, который мы смотрим, и протокол передачи данных. Схема в разных учреждениях может разниться, но суть в том, что исследования с разным медицинского оборудования автоматически отправляются и хранятся на сервере. Доступ к этому серверу есть у врачей. Конкретно в нашей клинике Сотникова у нас настроена система с помощью фирмы Канета. Из всех трех наших клиник все исследования рентгеном, РТ, АКТ, со всех аппаратом, автоматом, после того, как их провели, отправляются на сервер. И этот сервер физически у нас стоит в одной из клиник. Врачи имеют доступ к серверу удаленно через интернет. Просто по ссылке в браузере мы входим, дальше видим список всех исследований, можем искать их по разным параметрам, насмотреть прямо в браузере, вот как справа снизу можно это открыть и просмотреть исследование. Ну, либо скачивать себе на компьютер. И в заключение мне бы хотелось сказать, особенно тем, кто еще не ведет самостоятельный прием, что, пожалуйста, смотрите исследование сами. Даже если вы думаете, что вы ничего не поймете, все равно смотрите. Даже просто открыть и листать уже больше, чем вообще ничего не увидеть. И если вы помогаете, например, на операции врачу, который оперирует по КТ или по МРТ, смотрите исследование до операции сами или с врачом. И я хотела бы поделиться своими помощниками в интерпретации исследований. Есть прекрасный сайт EMAOS, на нем можно, в общем, на нем расположена база данных нормальной анатомии на МРТ, на КТ, на рентгене. Можно увидеть, где, какая структура, как она называется. И дальше можно про нее посмотреть подробнее. Для того, чтобы разбираться уже с болезнями, есть очень много разных книг. И вот слева моя, можно сказать, настольная книга. Можете мне написать, я вам пришлю все книги, которыми я пользуюсь. Ну, я надеюсь, что мне удалось хоть кого-то убедить, что нужно смотреть сами исследования, а не картинки их или распечатки. Ну, и как говорит он гуру, фотография апельсина это не сам апельсин. Спасибо за внимание.